Отмечательно, вы видите, что в вашем мире зачастую все не так, как хочется. Вы не находите в вашем мире то, что мечтали найти. Вы можете сокрушаться по этому поводу, а можете просто взять и принести больше любви в ваш мир и тем самым сделать его неплохо совершеннее. Что вы выбираете? Что я могла делать? В краем, спрашиваете вы, что я могла делать, если вокруг так много тьмы, а я не настолько силен, чтобы справиться с ней в одиночку? Отвечу на этот вопрос так. Во-первых, даже в одиночку каждый из вас может не так уж мало. Вы по старой привычке недооцениваете свои силы, дорогие. Вы не видите, на что вы способны. Вам кажется, что вокруг вас ничего не происходит? Если бы вы знали, что на самом деле происходит вокруг вас, если бы вы знали, как меняют окружающие пространства, каждый из вас одним своим присутствием, вы не видите тот свет, который вы несете и распространяете вокруг себя. Вы не видите последствий действия этого света. Так устроено ваше восприятие, и это уместно в рамках эксперимента на планете Земля, в котором вы принимаете участие по своей воле. Но мы видим, что происходит, мы видим, как вы работаете и какие последствия имеют ваша работа. Даже если вы этого не замечаете, вы просто выходите на улицу, идете в магазин или на работу, и ваш свет касается прохожих. Вы освещаете им путь, понимаете? Вы сами этого не замечаете. Окружающие могут этого не замечать, не осознавать, но на глубинных уровнях они это чувствуют. И кто-то захочет пойти следом за вами, встать на путь света, а кому-то придет в голову светлая мысль, способная изменить к лучшему его жизнь и жизнь его близких. А кто-то решит избавиться от вредной девочки, разрушающей его здоровье и его жизнь. Кто-то примет решение сменить сферу деятельности, чтобы нести миру что-то по-настоящему полезное и важное. Понимаете? Эти люди никак не свяжут перемены в своей жизни с тем, что им на пути случайно встретились вы. Но они почувствуют, было что-то, что осветило им путь. Это ваша работа, дорогие. Вы работаете, работаете каждый миг в своей жизни. Даже если не осознаете этого, ваша работа распространяет свет вокруг себя. Вы можете больше ничего не делать. Вы можете никому не рассказывать о своих интересах. Вы можете просто ходить по улицам среди людей. И таким образом вы уже будете выполнять грандиозный объем работы. Той работы, ради которой вы пришли на Землю. Это то, что я обозначил во-первых, отвечая на ваш вопрос о том, как много вы можете сделать даже в одиночку. Вместе вы огромные силы, а вы вместе, не взявая на расстояние. Теперь, во-вторых, кто вам сказал, что вы же люди действуете в одиночку? Вас. Несущих свет? Вас. День, а то не о наращивающем количестве любви в своих душах, гораздо больше, чем вы можете себе представить. Многим из вас кажется, что вы одиноки, потому что вы не видите рядом с собой таких же, как и вы. Потому что рядом с вами непонимающие вас люди, которым вы даже не можете рассказать о том, что важно для вас. Вы не можете им даже рассказать, что вы ходите на встречи, подобно этой, или читаете книги, подобно этой. Вы знаете, что встретите в лучшем случае недоумение. В худшем. Насмешки и злопыгательства. Как вам кажется, что вы одиноки в этом мире? Нет, дорогие, вы не одиноки. А если вы не видите рядом с собой себе подобного, на то есть причина. Каждый из вас яркий источник света. Источник света такой яркости способен, условно говоря, осветить местность на много-много миль вокруг. Скажите, зачем ставить рядом несколько подобных источников света? Одного источника света достаточно для очень большой территории. А другие источники света нужны в других местах, где без них было бы темно. И тем более нет смысла собирать все источники света в одном месте. Представьте, все источники света собрались вместе, в одной точке планеты. О да, они создали очень яркий свет в этой точке. Но что стало в это время с оставшейся планетой? Да, она погрузилась во тьму. Теперь вы понимаете, почему вам не надо забираться вместе на вашем физическом плане. Теперь вы понимаете, почему рядом с вами на физическом плане нет подобных вам источников света. Они светят в других местах. Там, где они нужны. Там, где без них было бы темно. Нет, конечно, вы можете приходить на встречи. Подобные дыры. Вы можете устраивать семинары и конференции, собираясь вместе на несколько часов или несколько дней. Но делать свою работу по распространению света вы должны там, где вы живете. Каждый на своем месте. Дорогие. Прошли времена грандиозных коммун, поселений, монастырей, где несущий свет пытались объединиться, отгородив себя от остального мира. Это больше не работает. Вам не удастся таким образом объединиться. Вы распространяетесь по всей планете равномерно, создавая целую сеть источников света, каждый из которых на своем месте освещает свою территорию. Но если вы не видите рядом с собой себе подобных на физическом плане, это не значит, что вы не можете вступать в контакты с подобными вам источниками света, пребывающими физически и в других местах. Вы все связаны. Вы связаны тем светом, который каждый из вас несет в своем месте. Свет, который вы несете, видит другим источникам света. Как бы далеко они ни были, вы можете посылать им свой свет. Вы можете получать свет от них. Для этого вам не нужно встречаться физически. И это тоже будет общение. Общение другого, более высокого уровня. Вы можете общаться посредством света, который каждый направляет другому. Заметьте, что, встречаясь физически, вы по часу вынуждены понижать вибрации своего общения. Это неизбежно, если вы пытаетесь выразить высокие энергии и высокие истины материальными и земными средствами. Это не значит, что надо избегать физического общения. В нем вы ищите компромисс между высокими божественными энергиями и выразительными средствами материального мира. Таким образом вы вносите в материальность божественные вибрации. Это необходимо делать, дорогие. Но все же общение на более высоком вибрационном уровне достижимо для вас, когда вы общаетесь не физически, а посредством света, который каждый из вас направляет другому. К тому же для такого общения нет расстояния, нет вообще никаких преград. Преградой не станет и то, что вы не знакомы друг с другом. Вы можете направить свой свет другому подобному вам светильнику на другой конец планеты. Вы можете направить свой свет, свою любовь, свои добрые пожелания и приветствия сразу по всей сети светильников, размещенных равномерно по всей планете. О, дорогие, вы создаете прекраснейшую грандиозную сеть света, охватывающую всю землю. Это дело рук каждого из вас поодиночке и всех вместе. Вы, думающие, что работаете поодиночке, на самом деле каждый миг вашей жизни делаете общее дело и работаете сообщи. Такова истина, истина любви и света, которая касается каждого из вас. Вы можете наладить связь друг с другом, незримую, но ощутимую действенную связь. Для этого у вас есть все необходимые инструменты. Вспомните, что у вас есть способность распространять свой свет на любые расстояния, причем делать это в один миг. Вспомните, что скорость распространения любви выше скорости света. Физический свет распространяется медленно, чем свет божественный, свет вашей любви, свет вашей сияющей души. Вы можете направить вашу любовь в другой конец Вселенной, в другую галактику, и он мгновенно будет принят так. Вы понимаете? Распространение вашего света в пределах планеты Земля и вовсе не представляет ни малейшей трудности. На глубинном уровне вы, посланцы света, все знаете друг о друге. Как бы далеко друг от друга физической вы не находились, в пространстве духа действуют другие законы расстояний. В пространстве духа все вы, рядом. И направить свет друг к другу для вас не сложнее, чем протянуть руку. Задействуйте вашу интуицию, чтобы направлять послания друг к другу и получать послания друг от друга. Задействуйте свет вашей души, чтобы коснуться друг друга. Задействуйте силы вашей любви, чтобы поддержать ей друг друга. И никогда не забывайте, вы не одинокие, дорогие. Упражнение. Налаживание интуитивно-энергоинформационной связи между источниками света. Один. Найдите возможность остаться в уединении покоя. Дышите глубоко, равно и размеренно, чтобы успокоиться, расслабиться и нейтрализовать навязчивые мысли. Закройте глаза, сосредоточьтесь на области сердца и соединитесь со своим божественным центром. Два. Представьте, что в вашей груди горит огонь. Не горячий, но я велоснерно и являюсь сосредоточьтесь на этом огонь. И представьте, что вы по своей воле можете распространять его. И представьте, что вы знаете, что там в пространстве. Есть подобные ограничения, которые могут и найти, как и не освобождать свету, а также воспользоваться светом как носителем, чтобы передать любые послания. Четыре. Сконцентрируйте свое внимание так, будто прислушиваетесь к окружающему пространству. Представьте, что у вас в центре мозга, радар, которым вы сканируете по кругу все, что вас окружает, пытаясь нащупать интересующие вас объекты, огоньки света. Подобные вам. Доверяйте своей интуиции. И когда вы почувствуете, что нашли такой огонек света, направьте ему мысленно любовь и свет от своего сердца. Затем мысленно направьте любые слова приветствия, какие захотите. Пять. Прислушайтесь к пространству, и вы почувствуете, как получаете от предвидия потока энергии. Это послание, которое вы можете расшифровать. Сначала попробуйте сделать это на уровне ощущений, понять, что за энергия пришла к вам в ответ. Если ваш посыл был доброжелательным, минус, вы почувствуете доброжелательность в ответ. Послание также будет содержать энергию любви, света. Возможно, радости от вашей встречи. Возможно, вы почувствуете поддержку, одобрение и разные другие позитивные эмоции. Вы можете также направить любую позитивную эмоцию и продолжить контакт, получая новые ответы. Если захотите, вы можете целенаправленно вести поиск источников света в каком-то определенном месте. Например, в другом городе, стране или даже на другом континенте. Для этого можно, например, представить себе это место на глобусе или на карте и настроиться именно на него. 6. Когда вам будет хорошо удаваться налаживание контакта на таком эмоционально-чувственном уровне, вы можете перейти к передаче мышц информации. Например, вы можете попробовать узнать, как зовут вашего собеседника, где он живет, чем занимается, как выглядит. Передача такого рода информации обычно происходит на интуитивном уровне. Задав вопрос, вы можете просто почувствовать, что знаете на него ответ. Возможно, вы выберете какой-то другой способ получения ответов. Это очень индивидуально. Кто-то может даже слышать голос такого далекого собеседника, видеть его образ. А кто-то получает ответы путем автоматического письма, когда рука словно сама собой пишет их на бумаге. На этот случай не помешает заранее приготовить ручку и блокнот, положив их рядом с собой. Но независимо от того, получаете вы информацию или нет, контакт состоится. Если только вы захотите этого и настроитесь соответствующим образом, со временем ваши ощущения контакта будут становиться все более отчетливыми. И вы в любой момент сможете налаживать связь с подобными вам источниками света во всем мире. Налаживать энергоинформационную связь друг с другом вы можете в любое время и в любом месте. Находитесь ли вы у себя дома, отдыхаете где-то на лоне природы или путешествуете. К примеру, летите в самолете. Подойдите творчески к этому удивительному процессу. И не думайте, что в этом есть что-то странное и необъяснимое. Это вполне естественные контакты. И когда каждый из вас был духом, еще не облаченным в человеческую оболочку, вы легко вступали друг с другом в подобные контакты на любом расстоянии. Вам даже не нужны были слова. И каждый из вас, будучи человеком, помнит о такой своей способности. Помнит в глубине своей сущности. На сознательном уровне. Почас не отдавая себе в этом отчеты. Начать. Снова пользоваться этой своей способностью. Значит, воплотить свою сущность духа в материальной человеческой оболочке. Соединить свою духовную и человеческую суть, что является важнейшей задачей человека на Земле. Так, наверное, эта часть закончилась. Рафи, не будешь мне мешать? Я тут... Почему это снимаю? В принципе, еще где-то с 2005 года. Я рассказывала про эти сети света. Потом, ну, курсы на эту тему были всевозможные. Про наши многомерные способности и так далее. Я к этому видео приложу несколько таких вот видео чтения роботом украиновской книги. Я так понимаю, это русскоязычный автор, но это наиболее созвучно к району Люкеррола тех годов двухтысячных. И, ну, поначалу я даже думала, что это он же. А потом как-то, по-моему, в переводе услышала, что автор женщина. Ну, от женского рода шло повествование. Но вот из всех вариантов к району, о которых там более семи, хотя изначально о семье говорилось, из всех вариантов, вот этот автор больше всего мне напоминает ту энергию к району, которую чувствую я. Вот. И там будет и про многомерность. Очень многое из того, что в моих многомерных курсах по квантовому чтению многомерности есть. Я просто сегодня отрывками услышала прямо родное-родное, как будто свой курс или свою книгу читаю. И вот про эти маяки света еще до войны, с начала войны, когда с коллегами, там, с людьми из горячих точек, которые остались, не уехали, либо наоборот уехали. Когда говорили об этом, я постоянно присылала пост. Я его в фейсбуке делала пару лет назад, по-моему. Увидела маяк французский, съемка во время шторма. И просто в потоке написала свой комментарий и потом выставила как свой пост о том, что мы маяки света. И про эту сеть света, которую я вижу всегда, ну, десятилетиями уже вижу. И когда новые маяки появляются, сейчас пока эту запись делала, слушала вместе со всеми. Я ее не слушала, я первую фразу услышала, решила записать. И выстраивала сеть и увидела несколько светлячков. И даже эти населенные пункты поняла, где. Я не знаю этих людей. Обычно я своих коллег в Одессе знала и лайтвокеров знала. А тут одна моя подруга-клиентка засветилась прям точкой на карте. И человек в селении, о котором я бы не подумала. И она пострадала, это селение. Вот там засветился маяк света. Значит, что хотела сказать. Может, и тот текст я сюда, к этому видео, добавлю. Он короткий, простой. Рафуле, не надо этого делать. Сядь, пожалуйста, Раф. Сейчас, секунду. Рафаил, сейчас я тебе трех котиков поставлю, только они ничего не делают. У меня коты стали маньяками телевиденными. Они просыпаются и ждут, когда я им включу компьютер, чтобы смотреть телевидение котов. И бегут к монитору, так же, как бегут за вкусняшками и за едой. Не дают мне работать. Постоянно у них должно в кошачьем телевидении работать. С птичками, зайками. На, садись со своим птичком. Белками, собаками и всем остальным. Прямо в шестерон напротив садятся и смотрят. Так смешно. На ней уже зависим от этого. В общем, когда люди, особенно когда вот такие испытания, война, когда люди пугаются, а ты понимаешь, что ты не сдвигаешься, потому что ты здесь должен находиться, это твоя работа, ты ради этого здесь родился. И ты маяк. Маяки никогда не ставят в каких-то безопасных условиях. Маяк именно создан для того, чтобы стоять в опасном условии, быть укорененным и светить другим, чтобы они увидели этот островок безопасности и пришли. Дальмены для этого строились. Для того, чтобы, во-первых, свои формы, раструба или камеры обскура, они давали резонанс звука, гудение самой, там, литосферы, гудение в недр, когда идет процесс, ну, сдвига этих плит, когда идут землетрясения. Во-вторых, свои формы, они работали как резонаторы, и площадка вокруг Дальмена оставалась необрушаемой, то есть такой точкой безопасности. И как раз они гудели и звали, как маяк, к этой точке, что, несмотря на то, что все везде обвалится, это место будет защищено, как бомбоубежище. Вот так вот работают маяки света. Вокруг них стоят, ты не даешь гарантию, что ты не уйдешь с планеты, но если уйдешь, то на работе. Они стоят и светят, и строят эти сети. И каждый огонек важен, и включается новое. И маяк никогда не пугается, когда видит шторм. Ой, боже мой, шторм сейчас меня разрушит. Он тупо светит. И это где-то далеко, кто-то увидит и поймет, куда надо стремиться, чтобы прийти к безопасности или выйти на сушу. Вот где этот фарватер, куда надо направляться, где коридор, вектор. Поэтому маяки не боятся, и мы не боимся. Много таких... Ну, в общем, текст так понравился. Я первую фразу услышала, мне тело встрепенулось, и решила записать. Где-то хотела, пока слушала текст, хотела тоже что-то еще договорить про это все. Но сейчас вообще забыла обо всем. Сейчас я птичек смотрю вместе с котом и белочек. Так что мы маяки Света, мы не одиноки. А вот вспомнила еще там про то, что ты идешь и распространяешь свет. Ну, во-первых, все, кого мы встречаем и даже видим по телевидению, в видео или в газетах, это наши контракты. С этими людьми из 7 миллиардов, пришедших на планету в момент нашего пребывания на ней, именно с этими людьми мы заключили определенные контракты, что каждая встреча, каждый взгляд в маршрутке, на дороге, каждый взгляд, ну, каждое видение видео, там, фильмы и все, что, интервью, все, что мы видим, оно каким-то образом додает нам энергии, информации, осознание, чтобы делать следующий выбор, чтобы получать какой-то опыт, проживать его органами чувств, и гормональной системой через эмпатию. То есть, каждый человек, с которым мы соприкоснулись, не только человек, все царства, растительное, животное, к которому мы относимся, кристальное царство, те, кто пришел с ними работать, остальные опосредованно принимают эту информацию, энергию. Мы все взаимосвязаны таким образом, с остальными тоже, но с этими заключили контракт со всеми, кого мы увидели и встретили. Рафоли, только не надо на клавиатуре сидеть. И этот. И вот когда, по-моему, в 2009 или 2010 году я проходила у Саши Шерстюка эмп-балансировку, все этапы в последующем, я не помню на какой, на второй или на третьей, а может и на четвертой ступени, там была активация рук и ног, октаэдры, которые встраивались в кристальную и гравитационно-магнитную решетку планеты. И вот я помню свое ощущение, и оно не закончилось с тех пор, просто там фокус на этом был, и поэтому оно осознанно включилось. Ощущение, что эти октаэдры, это такие, для людей, не знающих о геометрии, это объемные ромбики. Пирамидка вверх, четырехгранная пирамидка вниз. Вот эти октаэдры, они светились неоновым светом и встраивались в кристальные решетки. Я шла домой, они встраивались, я брала что-то руками, они соединялись и передавали дальше информацию. Я прикасалась к деревьям, ко всему. И вот с тех пор я эти октаэдры вижу, и вечером можно там, перед сном увидеть весь маршрут, как иногда на котов цепляют эти датчики, где они петляли там по району в два километра. Вот так вот твои маршруты световым следом остаются, вписываются в решетки планеты и в решетки местности. Я какое-то время, просто когда это новое ощущение яркое, я это отслеживала. Просто сколько ты оставил следов в самой решетке, она дальше соединяется со всеми кристальными решетками. Здесь надо долго рассказывать, что такое наша персональная кристальная решетка, многомерная со всех наших воплощений, во всех расах, цивилизациях, во всех вибрациях. И что такое общечеловеческое, то, что называют ноосферой, хрониками Акаши, и нами всеми, как клеточками единого существа человечества, единой Вселенной, единого того, что называют Творцом. Но вот эти решетки тоже пересекались, и импульсами свет этот разливался, обогащал другие решетки. А мы обогащаемся светом других людей. В принципе, на этом основаны и знаменитые круги Дервишей, и те круги, которые начали делать Лайтвокеры и все остальные тренеры, объединяясь руками, то есть открытой частью сердца, потому что руки – это продолжение сердца, это сердце, которым мы можем прикоснуться к другому человеку, поэтому руками мы делаем волшебные вещи, поэтому мы делаем, мы исцеляем руками, гладим, любим, передаем энергии и информацию, потому что энергия, энергия как таковая – это часть, это одна сторона монеты. Я люблю называть это явление энергоинформационный пакет, то есть и то, и другое. Там есть, как и магнетизм планеты, магнитная энергия, гравитационная – это не разные энергии, это магнитно-гравитационная или гравитационно-магнитная, назвать можно так или иначе. Нам предстоят открытия этих законов и полностью смена даже этих ногенных наших достижений. Так вот, получается, что мы, получается, пока, несмотря на все гаджеты, мы пока взаимодействуем отдельно с магнитной, отдельно с гравитационной энергией, как бы их сепарируем, то с одной стороны монеты взаимодействуем в расчетах, то с другой, вместо того, чтобы работать с монетой. И это меняет всю парадигму. В общем, вот эти все обмены в кругах – это обмены через сердце. Обычно прием левой рукой, отдача правой. И когда я первый раз в 2000-х годах попала во внутренние круги дервишей, это тоже был обмен. Там были микробиолог, был венеролог, был технарь один в быту, был торговый дел мастер, забыла его образование, был человек, занимающийся айкидо. Ну, в общем, разные люди были. И вот когда ты находишься в Зикре, в этом общем поле, то их микробиология стала общим знанием и так далее. То есть эти навыки передаются, и, в принципе, дервиши это знают и активно используют для передачи, для расширения возможностей. Так, наверное, много чего лишнего наговорила. К району сказал лучше всех. Просто услышала, аж слеза пошла, что вот она, эта информация, теперь она доступна всем. Хотя когда-то в 2000-х надо было кричать, и тебя не слышали. И вот, правда, сразу вспомнилась Маргоша, и еще несколько людей, которые то же самое знали, то же самое говорили. И однажды мне, ведущей много курсов, кричащей, пытающейся достучаться до людей, Маргоша сказала, вывела меня из зала, где у нас клуб был работников света, и сказала, а давай ты просто уже расслабишься, слезешь за броневичка, перестанешь на революции всех звать, перестанешь до всех кричать, докрикиваться. Давай ты отдохнешь, ты уже навоевалась, это уже много, у меня тогда были гигантские группы, у Норбекова, и после этого. Давай ты просто будешь быть, как поток, якорить то, что ты есть, радоваться жизни, смеяться, ходить, встречать рассветы, заниматься любимыми делами, и этого достаточно. Ты уже есть, эта краска, эта энергия, этот поток уже вплетены в общий узор нынешнего человечества и нынешней планеты. Будь собой, радуйся, генери это, радуйся пчелам, цветочкам, сиди, можешь дома сидеть, если тебе хочется, просто наслаждайся, ты свою вибрацию генеришь, как каждый, кто пришел на планету. Просто излучай ее ярко, наполняй ее радостью, живи в том, что делает эту энергию еще ярче. Ну, будь собой, радуйся, будь счастлива. Все остальное, поток, твоя включенность в решетки и то, что ты осознанно эти решетки еще строила и запускала многие круги света, она уже будет работать. Ты можешь расслабиться и отдохнуть. Просто быть, просто излучать и просто знать, что это работает не меньше, чем все курсы и все эти постоянные твои напряги, которые были до этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...